И треснул дом напополам. Жильцы дома номер 24 по улице 1 Бахаревская несколько лет живут в полуразрушенном строении. Рушатся потолки, в стенах большие трещины. Сооружение находится в аварийном состоянии. Тему продолжит Дмитрий Гаврилов. На крыше дома потрескавшийся шифер. На фасаде зияют дыры. В подъезде с потолка льется вода. На головы хозяев то и дело падают куски древесины. Потолок валится, сыпается все. Мы по очереди подметаем постоянно в подъезде, но после дождей там просто-напросто невозможно снова проходить. Земля, все обрушивается. Ни разу капремонта не было, ремонта никогда не было в этих домах. Детей очень много, все сыплется, а мало ли упадет на ребенка маленьких годовалых. У них очень много, трое детей, у меня внучка. Как в таком доме жить, я просто не знаю. Боишься уже за детей, просто за детей боишься. Жители дома давно задаются вопросом, будет ли проведен хоть какой-то ремонт в здании, и когда власти все же решат вопрос с расселением. С ними даже пытались дозвониться до президента в ходе недавней горячей линии. Операторы телефонных обращений взяли вопрос на заметку, но ответа люди пока не получили. В районную администрацию жильцы тоже обращались. Им сообщили, что дом готовят к расселению. Но произойдет это примерно в 2023 году. Обращались уже и писали, и все делали бесполезно. Без толку, мне кажется, бумаги просто куда-то выкидывают, никто не хочет ничего делать. Как дальше жить в этом доме, я не понимаю. Управляющие компании частенько меняются, рассказали жильцы. И порой коммунальные организации реагировали на обращения. Некоторое время назад в подъезде появилось деревянное укрепление. Эта арка призвана поддерживать потолочные конструкции. Да, это типа у нас евроремонт сделали. Потому что у нас, когда мы тоже обращались, тут приехала управляющая компания, не помню какая была, они приехали, сказали, все, мы вам потолок все отремонтируем. Вот видите, ремонт. В фонде капремонта нам сообщили, что износ здания более 70%, поэтому в региональной программе его нет. Судьбой дома мы поинтересовались и у городских властей. Дом признан аварийным и подлежащим сносу в 2015 году. Конкретные сроки расселения сказать нельзя, так как в данный момент расселяются дома, признанные аварийными, до 2014 года. Администрация Перми может предоставить жильцам дома жилое помещение маневренного жилищного фонда на период расселения дома. Для обеспечения временным жильем необходимо подтвердить право на получение жилого помещения маневренного жилищного фонда, предоставив оригиналы необходимых документов в МФЦ. Дмитрий Гаврилов, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей.